Александр Цибульский поручил Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа проводить осмотр окружных дорог не раз в месяц, а раз в неделю. Об этом он заявил на заседании окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, качество дорог является одной из причин дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2017 года в округе произошло 40 ДТП. Погибло трое жителей округа. В основном причинами происшествий становится неудовлетворительное состояние дорог и нарушение правил дорожного движения. Еще в семи случаях виноваты пешеходы. Особое беспокойство дорожных полицейских вызывает пьянство за рулем. За управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 255 водителей. По признакам ставок, предусмотренного статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса, повторное управление в состоянии опьянения, выявлено 49 преступлений. В судебном порядке лишено права управления транспортными средствами 210 водителей, вынесено штрафов в отношении 130 граждан, назначено 12 наказаний в виде обязательных работ. Административному аресту подвергнуто 53 водителя. К уголовной ответственности приговорами мировых судей привлечено 24 гражданина, 7 из которых приговорены к лишению свободы. Также одним из приоритетных направлений деятельности госавтоинспекции является профилактика детского травматизма на дорогах. За прошлый год дорожными полицейскими совместно с общественными организациями и учебными заведениями проведено 168 акций, направленных на безопасность детей на дорогах. Сотрудниками госавтоинспекции разработаны рекомендации по внедрению в образовательных учреждениях паспорта дорожной безопасности. Одним из проблемных вопросов является внедрение паспорта дорожной безопасности ввиду того, что разработка и оформление требуют финансовых затрат. К тому же педагоги сталкиваются с трудностями при разработке схем маршрутов передвижения детей к образовательным организациям и обратно. В части их единообразие. Уже на основе их разрабатываются индивидуальные маршруты школьников с родителями. Необходима компетенция дорожно-эксплуатационных организаций по обеспечению безопасности детей на дороге. В части, касающейся проектной документации, обустройство территорий микрорайонов по пути движения к образовательным организациям, помощи в разработке схем. В этом направлении дорожные полицейские также помогают педагогам на базе Ниньцкого регионального центра развития образования. Всего за прошлый год сотрудниками ГИБДД проведено более 70 профилактических мероприятий, в результате которых проверено 7,5 тысяч транспортных средств и составлено 700 протоколов. Также главе региона доложили о планах по ремонту дорог, тротуаров, пешеходных переходов и установке новых светофоров. В рамках программы развития транспортной системы планируется благоустроить улицы вблизи образовательных учреждений города. Планируется в плане реконструкции обустроить тротуары, установить светофор типа Т-7, выполнить асфальтно-бетонное покрытие дороги, установить искусственные неровности, обустроить освещение дороги, в том числе пешеходного перехода. Цена вопроса будет понятна после разработки проекта. По итогам заседания глава региона поручил профильному департаменту проводить объезд окружных дорог и междворовых территорий для проверки качества уборки снега в зимний период не раз в месяц, а раз в неделю. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.